Дерем ее ширину, 74 сантиметра. Слушайте, почти метр. Визуально она такой большой не кажется. Да. Пешеходов с рулеткой на дороге водители аккуратно объезжают. Поддерживают как могут. Спасибо так вот, никто не говорил, не писал, но водители как бы благодарят из машинки, говорят класс, делайте. Вот, ну, пока никто не вышел, даже, ну, мог бы, не помог. Проект ОНФ «Убитые дороги» всероссийский. Заходишь на сайт и голосуй за ту улицу, которую нужно привести в порядок раньше остальных. Данные потом передают ответственным за ремонт лицам. В Санкт-Петербурге дороги лучше, чем в других регионах страны, но везде ситуация как бы слабая, можно сказать, по дорогам. То есть дороги везде, к сожалению, пока не очень хорошие, но надеюсь, что в скором эта ситуация исправится. Каждый день на карте 20 новых адресов. Эту информацию используют профильные комитеты. Могу на вскидку сказать, улица Чапаева, его надо ремонтировать. Последний ремонт был в 2011 году. Или, например, набережная Лебяжьей Канавки, если отсюда поедете, увидите, в каком она состоянии. На некоторых объектах просто произошел, скажем так, лавинообразное разрушение. То есть она еще осенью была в достаточно приличном состоянии. Вот сейчас вот с весной оттепились заморские, дорога начала разрушаться, ее надо ремонтировать. Денег на основные магистрали города у комитета почти 3,5 миллиарда рублей. Сроки, через которые дороги придут в негодность, профессионалам отрасли известны заранее. В городе много адресов, где в основании путовый камень, строительный мусор, поэтому текущий ремонт результата должного не приносит. Три года без ремонта – успех. Который год строители ждут не только заказов, но и реформ. Решение одной из двух вечных проблем России специалисты видят в изменении бюджетного законодательства. Если взять ту же Финляндию, если строитель выполнил объем работ, он знает четко, что у него приняли работу и сразу оплатили. И он на этом строит бизнес. У нас это не происходит. Можно выполнить работу, не получив аванса. Взять кредиты в банки огромные, выполнить работу и ждать потом, когда примут работу. Иногда проходит и полгода, год, полтора, когда с тобой рассчитаются. Внедрение новых технологий для дорожников – больная тема. Например, недавно участок трассы М4Дон построили при помощи итальянцев. Дорога не боится смены температур, всегда сухая. Эксперимент всем понравился, но от ноу-хау отказались. Итальянское качество не выдержало испытания российским ГОСТам. Аналогичная ситуация и с проектом асфальтобетонных дорог. Это как в Германии. В России так строят исключительно взлетно-посадочные полосы. Керны подобных покрытий в эту лабораторию еще ни разу не попадали. Впрочем, ученые не считают дорожную проблему в городе и стране нерешаемой, даже если работать, как сейчас. Если без отступления от строительных норм и правил, то лет 10 спокойно может отслужить до первого ремонта. То есть у нас по нормативам вообще межремонтный интервал между текущими ремонтами 4-5 лет. На проверку сюда привозят материал с участков, которые, как правило, сделали недавно, год-два назад. Срез асфальта говорит обо всем, где сэкономили, при какой погоде, торопились или нет. Верхний слой, в принципе, уплотнен. Нижний слой мы видим множественную раковину. Это свидетельствует о том, что нижний слой не был уплотнен. Скорее всего, по той причине, что основание было холодное. И асфальтобетонная смесь, когда укладывалась, она укладывалась при недостаточной температуре. То есть, как ее из асфальтоукладчика вывалили, так она и застыла. Самый уникальный экземпляр нам не показали. Асфальт толщиной меньше сантиметра. Пробу взяли в Киришах в рамках расследования уголовного дела о хищении в 2014 году. Специалисты забрали кусок покрытия домой и использовали как подставку для посуды. Строительство дорог, несмотря на весь комплекс проблем, в том числе коррупцию, один из самых прибыльных видов бизнеса в России. Дороги строить надо, дороги строить умеют. Больше всего мешают бюрократия и халатность. Корректировка бюджетного законодательства – это к депутатам Госдумы. А вот с халатностью отлично научились бороться за рубежом. Например, во Франции строительные компании оставляют свои координаты прямо на асфальте. Изогнутой проволокой пишут название фирмы и контактный телефон. Безупречная репутация в таком случае одновременно и источник новых заказов, и стимул строить с первого раза хорошо, иначе потом самим переделывать. Артур Ходорев, Пульс города.